всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть своих видео я рассказываю о том что для похудения снижения веса не нужно есть какие-то особенные необычные дорогие продукты все что нужно мы можем купить самом обычном магазине около дома я всегда делюсь с вами рецептами очень простыми и ингредиенты абсолютно недорогие не какие-то замудренные сегодня мы с вами приготовим салат который нам помогал на первоначальных этапах снижения веса потому что сейчас появилось очень много новых подписчиков которые сидели на какой-то жесткой диете и они просто боятся начать питаться нормально я вас прекрасно понимаю и этот салат который мы вам сейчас покажу он как раз такая золотая середина который поможет вам и насытиться и не съесть больше чем вы боитесь мы с вами будем готовить салат вечерний вечерний он называется потому что его очень удобно употреблять на ужин потому что он содержит и овощи и мясо в общем все что нужно для вкусного и полезного ужина и так что же нам понадобится ингредиентов как всегда очень маленькое количество все самое простое для красоты я взяла две половинки разного цвета болгарского перца в общем нам понадобится целый здесь у меня уже заранее подготовлены чтобы не тратить ваше время нарезанной половина пекинской капусты это около 400 500 грамм полкило куриного филе нарезанного кубиком и кукурузу потому что я очень люблю сочетание капусты пекинской с кукурузой мне это кажется очень очень вкусным поэтому я его постоянно использую и так что же нам нужно делать самый главный этап сначала мы замаринуем наше мясо и капусту тоже для того чтобы она была не просто капуста а очень вкусная капуста как всегда для маринада я использую самые простые ингредиенты это мой любимый соевый соус это самое обычное подсолнечное масло и у меня бальзамический уксус естественно вы можете использовать яблочный либо можете вообще его не использовать если вам не нравится можете заправить салат йогуртом тут каждый на свой вкус выбирает нам нравится вот так и так главное замариновать сначала мясо потому что мы с вами будем его обжаривать нас у нас я напоминаю полкило такими незатейливыми движениями я его перемешиваю и еще я добавляю свою любимую приправку новую это копченая паприка очень ее люблю с удовольствием добавляю практически все блюда которые я готовлю сейчас я это все тщательно перемешаю и курица очень нежная курином филе нужно буквально пару-тройку минут естественно чем у вас больше времени тем лучше промаринуется но две-три минуты достаточно потому что это еще и вариант очень быстрого ужина пока мясо как раз маринуется те две-три минуты которые ему нужны мы с вами сделаем практически то же самое с капустой потому что капуста должна быть вкусной и мы ее сделаем вкусной мы сразу добавляем так где-то полторы ложки соевого потому что капуста у нас полка чина столовую ложку подсолнечного масла и вот такие щедрые пол столовой ложки бальзамического уксуса теперь мы это все перемешаем и пока мы с вами будем готовить курицу и нарезать перец для салата капуста замаринуется будет очень-очень вкусная они просто нарубленная капуста вот так уже выглядит капуста она немножечко уже начала мариноваться и мы даем ей время это сделать как всегда все мои рецепты простые и быстрых приготовлений поэтому мы ничего не ждем и отправляем курицу на сковородку курицу мы отправляем на разогретую сковороду обращаю ваше внимание я не использую много масла приготовления поэтому я прямо сейчас отмерю просто самую обычную маленькую чайную ложку этого количества на самом деле достаточно особенно если его вот так раскатать все самым простым движением отправляем мясо на уже разогретую сковороду прелесть куриные грудки в том что она очень быстро готовится поэтому буквально две минуты с одной стороны две минуты другой и она будет сочная не будет сухая в общем то что нам нужно для вкусного ужина и вкусного салата в том числе как я стараюсь прям перевернуть благодаря паприки стоит просто восхитительный аромат а значит у нас получится очень вкусный салат мы оставляем наше мясо обжаривается еще пару минут тем временем мы беремся за перец для салата перец я нарезаю вот таким образом тут естественно каждый она режет так как нравится ему нам нравится вот так ваше время на нарезку естественно перца я тратить не буду и вы увидите уже готовый результат и так прошло буквально пять минут потому что куриная грудка напоминаю вам жарится очень очень быстро две минуты с одной стороны две минуты с другой и минуту под крышкой вот так выглядит наш аппетитнейший результат теперь у нас есть два варианта мы можем с вами в первом случае отправить не остуженную куриную грудку как это сделаю я и у нас с вами получится теплый салат который и основное блюдо будет у нас сегодня на ужин который увидите в моем дневнике питания либо вы можете подождать я ждать не хочу потому что хочу поужинать и добавить уже остывшее мясо ко всем остальным ингредиентам и у вас получится обычный холодный салат в общем тут опять дело вкуса кому как и нравится естественно мясо также вы можете нарезать крупнее меньше индейку я не люблю делать так потому что капуста и перец дают очень интенсивную сладость а индейка сама по себе сладковата поэтому в этом рецепте я предпочитаю именно куриную грудку тут опять таки кому как нравится дальше работать мы будем салатники потому что все уже готово салатник мы уже отправили капусту которую пока мы обжаривали куриную грудку замариновали не смотрите что здесь есть немного сока это замечательно это как раз таки добавит нашему салату дополнительные такую куриную нотку это будет правда очень вкусно меня этот салат выручал и вручает много раз вот так красиво ярко уже практически по летнему выглядит перчик который я нарезала мы его туда тоже отправляем и осталось добавить просто самую обычную консервированную кукурузу напоминаю что салат заправлять уже не нужно потому что мы туда уже когда замариновали капусту добавили и соевый и уксус и растительное масло поэтому мы просто перемешиваем и наслаждаемся своим ужином сейчас я перемешаю и вы увидите замечательный результат замечательный результат вот такой вечерний у меня сытный салат есть я кстати его буду и как основное блюдо и как овощное блюдо потому что здесь есть и мясо и овощи больше ничего не нужно то есть это реально потому что когда бывают такие моменты что ленивое настроение а у меня она сегодня немного ленивая поэтому я решил с вами поделиться таким рецептом потому что нам он очень помогает он правда очень и очень вкусный и очень и очень простой я очень рада что смогла поделиться с вами еще одним очень быстрым вкусным и простым приготовлением салатом нашей семье он называется вечерний и сейчас вечер мы сняли для вас рецепт и будем ужинать вот таким замечательным питательным очень полезным и очень-очень вкусным салатом обязательно попробуйте и напишите мне в комментариях понравился вам салат или нет вы знаете я всегда с удовольствием отвечаю на ваши комментарии также напоминаю что для того чтобы оценить нашу работу вам нужно просто поставить лайк те кто не подписался подписывайтесь на канал нас уже больше 11000 впереди много интересного много вкусного и того что помогает снижать свой вес вести полноценную и качественную жизнь не забудьте нажать на колокольчик для того чтобы знать что новое видео на канале мы для вас снимаем видео каждый день с вами была мария мироневич всем любви добра и вечернего салата